В светлый праздник Рождества Христова в Бресте стало еще на 11 жителей больше. Численное превосходство у сильного пола. Шесть мальчиков против пяти представительниц прекрасной половины человечества. Одна мама родила сразу двоих. Каждый год, 7 января, эти мирно посапывающие малыши и их родные будут отмечать два дня рождения. Своё Иисуса Христа. Что ощущает мама, родившая ребенка в Рождество? Ой, не знаю, не думала, что будет в Рождество, но за полчаса все решилась. Поэтому, ну, очень рада, что так получилось. Сегодня Юлия Зарез, ее сын Артем и еще 10 деток, появившиеся на свет в Рождество, получили поздравления, подарки, а также благословения от епископа Брестского и Кобринского Иоанна. В своей беседе с мамами владыка напомнил, что рождение ребенка – это таинство, которое совершает Бог по отношению в первую очередь к человеку. Благодарность за Божью милость люди должны помнить о долге воспитания, воспитания в мире, добре, любви к ближнему и к своему отечеству. Хотелось бы им пожелать доброго здоровья в первую очередь и доброго воспитания этих детей, чтобы эти дети вот с этого маленького возраста уже понимали, что есть хорошо, а что есть плохо. Потому что жизнь непроста, и вот эту прививку, духовную прививку им необходимо дать. Конечно, это будет через таинство крещения, а потом и через таинство причащения, для того, чтобы они росли, для того, чтобы они выросли, для того, чтобы они имели своих детей. Если правильно их воспитают, то, конечно, они воспитают своих детей правильно и будут правильно относиться к своим родителям. Очень приятно, что Великий Владыка ежегодно посещает наш отдельный дом и поздравляет мам и деток, которые родились 7 января. Спасибо большое за то благое дело, которое делает церковь для нас. Это все очень приятно, так же, как и приятно мамам, которые находятся в нашем учреждении. Кстати, в прошлом году 7 января родилось 16 деток, чуть больше, чем в этот раз. А вот первого числа наоборот. В 2015 на свет появилось 10 малышей, в то время как в первый день 2014 громким криком о своем рождении заявили всего 5 детей. Такая вот нехитрая математика. Исходя из этих данных, есть надежда, что почетный статус лидера по рождаемости Бречина сохранит и в наступившем году.